МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот в деревеньку и пришла зима. Настоящая, снежная и с легким морозом. Правда, у сельчан прибавилось забот, но не убавилось настроение. А поспешим-ка в гости к ним прямо сейчас. Уверена, там нас ждет много интересного. У коровы молоко на языке. Так говорят в деревеньке. А в этом году Могилевская область значительно преуспела в заготовке кормов. Больше 1 миллиона тонн кормовых единиц. Теперь задача животноводов составить сбалансированный рацион, чтобы увеличить надои, а вместе с ним и привесы крупного рогатого скота. Приглашаю вас вместе со мной посетить Максимовичи Агра, предприятие, которое живет молочным производством. На молочно-товарном комплексе старое Максимовичи полный цикл производства молока. И начинается он с этих малышей, недавно родившихся на комплексе. Почти тысячи оттелят за 10 месяцев. Это такая довольно большая цифра. Да, здесь на этом комплексе, на МТК, комплексе расстелилось всего 936. На данное время здесь содержится 152 головы. У нас отдельная родилка. Когда теленок рождаются, принимают сторожа. Они тут же его везут в бокс. Он с лампой обогревает, еще не часа их надо напоить. Затем, после выпайки, он обсыхает там и находится закрытого типа. У нас там профилактория имеется. А уже потом, повзрослев до 10 дней, эти малыши получают собственное жилье. В таких домиках телята живут около трех месяцев. Здесь у них индивидуальная комната, место для прогулки, а также индивидуальный кормовой стол. А в рационе обязательно вода и комбикорм. Суточный рацион комбинированного корма 800 граммов и обязательно пастеризованное молоко. А вот уже на столе взрослого стада присутствуют сила, сенаж, измельченная солома, рапсовый жмых. Кормов уверили на предприятии в достатке. В этом году мы заготовили кормов на 4 кормовые единицы больше к уровню прошлого года. И поэтому зимовка, я думаю, что у нас должна быть сытной. И в прошлом году у нас хватало кормов, но и в этом году еще больше. Поэтому я думаю, что мы получим весомый результат. С увеличением кормовой базы на территории комплекса появилась еще одна сенажная траншея. Окончательный эффект от кормов получат через молоко. Как говорят, кормов избыток, молока достаток. На предприятии уже знают успех этой формулы. За 10 месяцев текущего года произвели 5000 тонн молока. Причем исключительно экстра-класса. К уровню прошлого года мы плюсуем по удоям молока. За 10 месяцев у нас надоено на корову 6 140 килограмм. К уровню прошлого года мы плюсуем 450 литров на условную голову. До конца года я планирую, что мы выйдем на 7 200-7 300 молока удоя. Это позволит увеличить выручку, а значит и заработную плату. К слову, в хозяйстве, где работает больше сотни человек. Уже в этом году она превысила 1400 рублей. Еще в планах пересмотреть все вооборот. Здесь уверены, каждую пять земли нужно использовать по назначению. Земель пахотных это 4,5 тысячи гектар пашни. Мы занимаемся выращиванием в основном тех культур, которые зерновые для выполнения госзаказа и кормовую базу. Создать кормовую базу. В этом году, в 2023-м, мы расширили посевы люцерны до 600 гектаров. На следующий год будем еще увеличивать посевы люцерны, посевы кукурузы, чтобы обеспечить собственными кормами свое это поголовье, которое у нас есть. К слову, в этом году только насила с кукурузой здесь убрали на 4 тысячи больше по сравнению с прошлым. Усилиями аграриев Могилевщина будет с кормами, а значит с молоком и мясом. Невероятно снежный в этом году выдался декабрь. Снег, покрывший деревеньку, словно соединил все сельские дома в одно целое, а сельчан объединил одним общим делом. Программа «Деревенька» сегодня присоединилась к акции. Ребята, как называется? Просто помогаем, снег убираем. Ну что, поехали! И доехали мы с ребятами из Дужевской школы Чаусского района до Нины Ивановны Лепеевой. Пенсионерку, которая живет одна, небесная канцелярия застала врасплох. Дрова заметены, до поросят и кур не добраться. Поэтому такая помощь в расчистке двора ей очень пригодилась. В этом году вообще как-то все это неожиданно, совершенно неожиданно. И настолько залепила, везде все дрова, все вокруг. И вот когда-то вышла первый раз, так вообще не знала, куда мне податься. Куда надо сразу срочно идти туда и чистила лопаткой. Потом дальше. Хозяйство у меня там, где тоже шкурочки, гуси, поросенок. Вот в первую очередь к ним пробиралась. А потом уже основное дальше прочищала. Потом вот дети пришли, помогли. Уже два дня ко мне приходят, помогают. Волонтерский отряд «Чуткое сердце» рад прийти на помощь при любой погоде. И дров наносят, и по хозяйству помогут, и со снегом справятся на раз-два. Нам несложно взять руки лопатой и помочь людям. Нам это нравится и очень интересно. Для нас это плюс, потому что мы поддерживаем свою физическую форму. Волонтером «Чуткого сердца» Маша является уже четвертый год. За ней охотно потянулись одноклассники. Мне вообще очень нравится помогать людям. Девиз нашего отряда «Цели любой непременно добьется тот, у кого сердце доброе бьется». Деятельность нашего волонтерского отряда направлена на оказание помощи пожилым людям, инвалидам. Также поздравления их с праздниками. Волонтеры «Чуткого сердца» убеждены, что дарить радость приятнее, чем получать. А искренние улыбки и слова благодарности от тех, кому помогли – для них самый ценный подарок. В нашем учреждении образования уже много лет работает волонтерский отряд «Чуткое сердце». Его в состав входят учащиеся с 6 по 10 класс. Наши ребята всегда с радостью это делают, потому что, глядя потом в глаза тех, кому им удалось помочь, и видя эти улыбки, они тоже заряжаются этой положительной энергией и радуются вместе с теми, кому помогли. Путешествуя по Кличевщине, программа «Деревенька» решила заглянуть во вторую школу райцентра. Но не для того, чтобы увидеть, как дети учат математику или русский язык. Сегодня в расписании занятия посложнее. Основы рукопашного боя – строевая подготовка, разборка автомата. Довольно необычная обстановка для обычного занятия. Ученики в красных беретах, напоминающих Краповое. Вместо учебников на парте автомат Калашникова. 13 секунд на его разборку, немного больше на сборку. Никита Прорвич норматив сдал. Я научился быстро. Мне рассказали. Я с первого раза, можно сказать, собрал его и разобрал. Я пришел, потому что раньше хотел поступить в кадетское училище, но не получилось чуть-чуть. Вот я пришел, ну как сказать, подтянуть знания больше о военном деле и, можно сказать, подготовиться к дальнейшим поступлениям. Военно-патриотический клуб «Юн-Патриот» работает на базе школы второй год. Учитель Артем Юрьевич сам когда-то служил в войсках спецназначения. Теперь свои навыки передает молодому поколению. Ребятам интересно и оружие в руках подержать, и химзащиту на себя примерить, и даже узнать принцип работы радиометра. Я пробовала разбирать автомат, первая медицинская помощь, маршировать, петь. Ну, это дружеский коллектив и, ну, это сплоченность. Но с куда большим интересом девушка познает мир медицины. Перевязки, массаж сердца – первая помощь при обмороке. Карина уверена, в ее будущей профессии именно это ей пригодится. Каким врачом ты мечтаешь стать? Педиатром, детским врачом, педиатром, а может потом выберу узкую специальность. Мы делаем перебинтовый массаж сердца, искусственное дыхание и все вот то, что может пригодиться в жизни. Первая помощь. Программа тренировок разнообразная – стрельба, строевая подготовка, основы рукопашного боя. И даже если кто-то из ребят не собирается связывать свою дальнейшую судьбу с внутренними войсками или армией, они уверены, что в повседневной жизни хорошая физическая форма им точно не помешает. Я в клубе состою с самого начала. Произошло это крайне давно, и что я даже точную дату не смогу сказать, но около двух лет. За это время я посетил много мероприятий полезных, посвященных патриотизму нашей страны. И поэтому не жалею о том, что я сюда вступил. Да, это всегда пригодится, потому что при поступлении, допустим, в армию ту же самую, чему здесь учат, все там попадается, и ты уже готов, знаешь, что надо делать. В «Юном патриоте» уже 30 ребят, но совсем скоро здесь ждут молодое пополнение. Этим летом мы провели лагерь военно-патриотический, назывался он так же, как наш клуб «Юн патриот». Взяли туда, он был на круглосущном пребывании, 10 дней дети находились в школе, жили. У нас там проходили занятия, такие же, как у старших детей, это военная подготовка, строевая, стрельба, медицинская подготовка. И так мы назвали это «Курс молодого бойца». Это была мечта нашего учреждения образования, мы к ней шли довольно долго, и, наконец, наша мечта осуществилась. Что для нас этот клуб? Это не только знание правил рукопашного боя, это не только навыки самообороны. Прежде всего, это воспитание добродетели, это навыки здорового образа жизни и воспитание человечности в человеке. Но на этом патриотическое воспитание школьников не заканчивается. Мы сейчас находимся в школьном музее, где все экспозиции посвящены событиям Великой Отечественной войны. Про них рассказывают сами ученики. Самое мало, что мы можем сделать, это сохранить память о их подвигах и сражениях. Начинается экскурсия с трагической даты – 22 июня 1941 года. Именно в тот день закончилась мирная жизнь советского народа. Уже на 11-й день войны на территории Кличевского района появились первые вражеские формирования. А спустя еще два дня немцы захватили тогда еще городской поселок Кличев. Среди экспонатов – фотографии земляков, которые добровольцами ушли на фронт. Книга воспоминаний очевидцев и участников тех страшных событий. Мы должны помнить об этом, мы должны помнить о тех людях, которые погибли ради нас, ради нашего мира, за то, что над нами синее небо, за то, что не стреляют ракеты, за то, что не взрываются бомбы. И мы должны быть им благодарны за это. История музея началась в 1988 году. Его экспозиции, а здесь их 11, посвящены партизанскому движению на территории Кличевского района, подвигу воинов-интернационалистов, героическому подвигу советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В годы войны на территории Кличевщины было сожжено 69 деревень. Именно этот уголок и посвящен теме геноцида белорусского народа. Здесь отрывки писем очевидцев, которые рассказывали, как немцы врывались в дома. Здесь и фотографии людей, детей, которые не понаслышке знали, что такое жизнь в концлагерях. На Кличевщине трагическую судьбу хатыни разделили деревни Вязяни-Селец. Было сожжено более 3000 домов. Около 4000 жителей района было расстреляно и вывезено фашистское рабство. В стенах музея часто проходят уроки истории. Учениками школы изучена каждая дата, каждый экспонат. Героев войны они знают в лицо. Мне нравится больше стенд, который посвящен Филиппу Ивановичу Ковалеву, так как с ним можно проникнуть в историю Великой Отечественной войны. Можно подумать о ужасном времени и понять, как людям было тяжело. Имя Филиппа Ивановича Ковалева занимает центральное место в экспозиции музея. В 1941-м был ранен в боях, потом включился в партизанское движение, участвовал в подрывах немецких эшелонов. Звание Героя Советского Союза получил посмертно. В 1990-м году наша школа получила звание имени Филиппа Ивановича Ковалева, а в 1993-м году у нас появился памятник Героя Советского Союза Ковалеву Филиппу Ивановичу. Уроки истории мы проводим в музее. У нас очень много проходит экскурсии. Мы принимаем очень часто гостей из учреждений образования, из других, будем говорить, учреждений. И здесь ребята относятся с трепетом и благодарностью нашим дедам, прадедам за то, что у нас есть мирное небо над головой. Кличевский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 28 июня 1944 года. У православных верующих начался Пилиповский пост, который продлится шесть недель до Рождества Христова. В деревеньке всегда говорили, что в Пилиповку накануне начало поста, день до полудня. Надо успеть управиться по хозяйству, протопить печки в доме, накрыть стол. С Пилиповки начиналась пора девичьих вечерок. Традиционный белорусский обряд – пилиповские запусты – мы увидели в агрогородке Дужевка. Добрый день, дорогие господары! Вещалости вам и радости! Мир вашему дому, быть пирогу я дому! В одной из хат гости приходили с угощениями. До пилиповского поста сельчане должны были успеть завершить все домашние дела, навести в доме порядок, заготовить свеженином, ведь на запусты устраивалось пышное застолье. Праздник всегда сопровождался песнями. Хоть они и были грустные, а в основном о несчастной судьбе, но на таких посиделках сельчане не скучали. У пилиповский пост сбирались молодые девчаты и женщины в одной хате, вот так, как мы зараз с вами. И они прали куделю, вышивали, продучи спевали. Вот и мы зараз заспеваем песню наших бабуль. Хозяйка этой избы, Надежда Петровна, помнит, как в ее детстве вот так же начало рождественского поста отмечали всей деревенькой. Я пойду с горечка, я в зелененький, в зелен сад гулять. Все было свое. И каубасы, уже побили свиней, так и каубасы были. И все такое, что и закрыванное, и печеное, и вареное, все. Все спечи в основном. Тады же еще газу не было. Все спечи, все. Игурочки с бочки, и капуста с бочки, и котлеты из печи, и бабка из печи. И пели, и смеялись. И тады, как заморятся, так и танцуют трошку. А тады еще и хлопцы попридут туда, к ним, как молодейшие. Кто кого еще под руку, да и домой провел. А еще говорили, Пилипов пост, к святкам мост. Поэтому перед Пилиповкой обычно устраивали последние свадьбы в году. А на сам праздник хлопцы присматривали себе невесту. Задобился деревьев моя. Еще в этот день у хозяев просили позволения начать в этом доме хейдер или супрятки. То есть изба становилась местом, где девчата вместе пряли во время поста. Так само приходили и хлопцы. Глядели, какая пража у девчат. На этом хейдере многие хлопцы выбирали себе невесту. После працы отпочивали, спевали, танцевали. В этом вечере пары, которые сподобались один одному. После поста гуляли веселье. Продолжалась такая вечеринка обычно до поздней ночи. Но главной целью обряда было и остается сплочение земляков, сохранение лучших народных традиций и преемственности поколений. Нам очень нравится. Каждый раз, каждый год, когда приходим, все очень по-разному. Каждый раз разные песни, разные танцы, разные блюда. Нам очень много чего рассказали про запусты, про то, что делали раньше, когда не было ни интернета, ни телевизора, ничего. Как раньше гуляли на всяких праздниках. Отмечали. Проводили вечера. Им это интересно, им это нравится. Стараемся их завлечь в свою деятельность, чтобы они хотя бы представляли, что это такое. И знали. Помнили наших предков традиций, обычаи. Чтобы это все не забывалось. Чтобы деревенька наша продолжала жить. Участники народного ансамбля «Вясколцы» в Дужевском сельском доме народного творчества старинный обряд возрождают третий год. Они уверены, если в деревеньке есть история, значит, есть и будущее. Мы соблюдаем обряды нашей группы. И весну гукаем, калятки. Ну, такие праздники, зеленые святки, мы каждый год участвуем. Весело, весело. У нас, слава богу, все хорошо. Запрошаем вас в нашу деревеньку. Вот так сегодня прошел наш день в деревеньке. И поработали, и повеселились, и много нового узнали. Но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Вернемся в деревеньку ровно через две недели. Встречи буду ждать с нетерпением. Пока!